начинаем протирать кожу привет мои дорогие меня зовут оксана и сегодня я вам расскажу рецепт очень эффективного способа очистить кожу лица в домашних условиях поговорим про скатку расскажу рецепт и какое-то дополнение тоже интересное что-то вы сегодня увидите поэтому устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра мои дорогие друзья конечно в интернете очень много нашумевших различных способов рецептов ухода очищения кожи лица в домашних условиях я много смотрела роликов по поводу скатка клеопатра называется по моему это способ очистки но новая хорошо забытая старая и конечно про этот способ очищения кожи я знаю довольно таки давно но вот что предлагается сегодня делается на мой взгляд не совсем верно вернее в корне не верен тот рецепт который заполонил сегодняшний интернет девчонки объясню почему расскажу как в общем для того чтобы сделать на скатку эффективную очищающую для кожи лица нам понадобится пероксид у меня вот такой и какое-то очищающее средство любое в интернете видела рецепт именно перекиси и мыло но ни в коем случае таким способом не очищайте кожу потому что во первых перекись будь то 6 процентная 9 процентная она может вызвать резкое шелушение может вызвать просто ожог то есть побеление кожи я думаю вы много раз такой момент цены уже замечаю что если перекись попадет на участок кожи то кожа может побелеть и и почему нельзя использовать в этом рецепте мыло потому что происходит также резко щелащивание кожи поверхности кожи что приводит также к активному шелушению в общем не делайте так а делайте так как говорю я вам мои дорогие друзья то есть берем пероксид для наружного применения и берем очищающее средство у меня это аминокислотное очищение но можно взять любую абсолютно любую очи умывалку что-то очищающее кстати для вот этого рецепта отлично подойдет крем для бритья я кстати вот именно рецепт пероксид и крем для бритья знала довольно таки давно от знакомого косметолога которая практиковала практически 30-40 лет назад и в общем то этот рецепт работает по сей день я им кстати тоже пользуюсь но не настолько часто и регулярно как хотелось бы в общем много различных других способов о которых я рассказывал в своем канале так девчонки что нужно делать конечно эту процедуру очищения нужно делать обязательно на очищенную кожу лица обязательно предварительно нужно умыться чем вы умываетесь неважно и есть очищение кожи снятие косметики с помощью различных масел я очищаю и снимаю косметику с кожи лица тональную основу с помощью обычного мыла мыло с добавлением оливкового масла все-таки с возрастом нужно более щадящим образом очищать кожу в общем что нужно сделать нужен нам ватный диск на очищенную кожу вот таким способом я просто диск промакиваю пероксидом и по кожным линиям начинаю протирать кожу лица кожу лица протираю активно то есть очень важен влажный этот диск для того чтобы на поверхности кожи оставалось вот это содержание пероксида да даем некоторое время для того чтобы во взаимодействии с кожей пероксид вошел что он делает он активно дезинфицирует поверхность кожи он борется с какими-то высыпаниями но как бы ежедневно его использовать мне не нужно так далее какое-то время для того чтобы взаимодействие с кожей произошло повторно протираем кожу лица как я уже сказала по кожным линиям кожные линии это направление мышц кожи лица как правило она идет вверх и беру какое-то очищающее средство на это же ватный диск смоченный пероксидом я выдавливаю небольшое количество вот этого кремообразного средства как я уже сказала можно взять любую пенку любое очищающее средство и круговыми движениями начинаю наносить также по направлению кожным линиям этот продукт наношу и начинаю это все растирать в пенис как бы вспенивать размыливать и тем самым это пенищее средство хорошо проникает в кожу если кстати у вас расширены поры то вот этот способ отлично будет сужать пор и отлично будет бороться с закупоркой пор от черных точек кстати тоже активно будет защищать и на некоторое время вот так оставляем все хорошо разнесли мы по коже конечно область вокруг глаз мы оставляем незадействованной как правило область вокруг губ тоже стараемся не задевать все на какое-то время оставляем берем другой ватный диск свежий чистый и промокнув его также пероксидом еще больше вспениваю я это все дело видите появляются вот такие вот как бы мылкие хлопья которые активно очищают поверхность кожи это все хорошо вспенивается и кстати отлично если в качестве вот этого очищающего средства будет какой-то продукт который несет и какой-то уходовый эффект тут же можно дополнительно теплой водичкой все это смешивать слегка подсохла и начинаем пальчиками вот это все скатывать так образуется хлопья и это все хорошо очищается затем промакиваем ватный диск и начинаем постепенно убирать вот этот мыльный состав который частично впитался частично выпал в хлопья и убираем это все по кожаным линиям также не растягивая кожу все это аккуратно убираем затем эти ватные диски также смачиваем теплой водой и уже отжатыми вот этими дисками начинаем протирать кожу также избегая участки в области под глазами все активное очищение мы сделали затем следует тонизирование и будем наносить какой-то легкий питательный дневной увлажняющий крем вот таким способом очень легко очистить кожу лица кстати если расширены поры как я уже сказала либо появляются черные точки либо вы долгое время не ухаживали за кожей хочется активно очистить кожу лица вот этот способ эффективен очень хорошо работает я вам его рекомендую мои дорогие друзья если кто-то уже использовал мои рецепты в уходе за своей коже пожалуйста напишите мне будет очень приятно узнать ваше впечатление ваше мнение о тех домашних уходовых способов поддержания своей красоты и молодости мне тоже будет очень приятно если у кого-то есть он свои рекомендации свои советы я тоже буду вам очень благодарна за дополнение моему рассказу к моим видео так что пишите в комментариях под видео свои рецепты советы и я надеюсь мои дорогие друзья что вы как всегда с пользой и удовольствием провели вместе со мной время а с вами была оксана все всего хорошего пока пока